Золотая марка. Особый символ щедрости. Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск Вести Мурман. Вместе мы были, хотели покоя, смеялись и плакали. Это все теперь в нашей памяти и сердцах. Но многое в архивных кадрах сюжетов мы и наши коллеги подготовили и показали их несколько тысяч. Мы старались, чтобы вы были в курсе событий. И огромным событием в уходящем году стал переход в цифровой формат эфирного телевещания. Аналог в прошлом. Его тоже забирает с собой уходящий год. И это уже перевернутая страница истории Мурманской области. Новая, чистый лист. И что туда вписать, каждый решит сам. Что символично наступающий год белой металлической крысы. Крыса, кстати, отменный семьянин и очень умное животное. Люди, рожденные под этим знаком, как правило, прагматики и реалисты с развитой интуицией. Человек так устроен. Мы берем с собой только то, что нам дорого. И при этом ничего не проходит бесследно. Главное смело шагнуть в наступающий високосный год. Каждый из нас будет вспоминать уходящий год по-своему. У всех были разные цели и приоритеты, амбиции, достижения. Но в любом случае в памяти остаются прежде всего люди, чувства и эмоции. Весь этот год мы искренне старались сделать так, чтобы у вас было как можно больше положительных эмоций. Чтобы жизнь в регионе становилась легче, комфортнее и ярче. У нас с вами простой и понятный девиз. На севере жить, чтобы несмотря на суровый климат, полярную ночь, хотелось жить и работать именно здесь. В мощном и очень важном для страны регионе. Да, мы только в начале пути. Наступающий год обещает быть годом больших перемен. Перемен к лучшему. Мы приложим к этому все свои силы. Спасибо вам за доверие и выбор. Я счастлив быть губернатором Мурманской области, действительно особенной земли, с настоящими, сильными людьми. С наступающим Новым годом! Будьте здоровы, счастливы, почаще уделяйте внимание своим родным и близким. На севере жить! А Новый год приходит к нам с ключами от заветной двери, за которой пока неизведанная. Мы провожаем год театра, который стал знаковым для служителей Мельпомены Заполярья. Старейший профессиональный коллектив Театр Кукол пригласил маленьких зрителей на долгожданное новоселье. На ключевом этапе реконструкция областной драмы. А самый молодой театр «Арктический» представил очень необычный спектакль в афише региона «Мурманск-4145». Уходящий год оставил след в жизни каждого из нас. Он был богат на события, перспективные проекты, юбилейные даты, которые имеют значение для всей Мурманской области. Он подарил нам радость новых встреч и достижений, профессиональный и жизненный опыт. Каким будет год грядущий, настолько станет успешным для нашего любимого Кольского края зависеть от каждого из нас. От всей души я хочу пожелать здоровья вам и вашим близким. Пусть каждый день Нового года будет наполнен добром и радостью. Я желаю тепла и уюта вашему дому, улыбок и незабываемых встреч с друзьями. Пусть вас радуют ваши дети, внуки, работа приносит удовольствие. Пусть в вашей жизни всегда будет место для чуда. С наступающим Новым годом! Мы уже построили планы на будущий год. Мы знаем, чего хотим достичь, кого увидеть, кому сказать важные слова. Новый рекорд России установлен в Апатитах. В Хейбинах появился уникальный чум. Он официально признан самой большой в стране. Больше 7 метров в высоту. Ширина основания 12 метров. В нем может поместиться около 50 человек. На строительство ушло больше полугода. И теперь в Хейбинском туристическом кластере уже второй рекорд в этом году. Свои рекорды ставили и на Северном флоте. Танкер Кама вернулся из кругосветного путешествия, что для судов обеспечения впервые за 20 лет. Новейший атомный ракетный подводный крейсер «Князь Владимир», который в 20-м году вместе с фрегатом «Адмирал Касатонов» войдут в состав самого мощного флота страны. Дорогие воины-сероморцы и жители Заполярье. Завершается 2019 год. Он был насыщен разными событиями. Но в целом для флота это было время надежд и свершений, реализации планов развития. Войны-сероморцы делали все, чтобы северные рубежи России были надежно защищены, а авторитет наших вооруженных сил оставался нерушимым. Дорогие друзья, искренне желаю вам радости, счастья и благополучия, новых свершений и блистательных побед. Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание. Сердечно поздравляю всех северян с наступающим 2020 годом. И если на этом пути нам встретятся препятствия, заручившись поддержкой родных и близких преодолеть их, не оглядываясь на невзгоды и проблемы. Известна жизнь как зебра, но стоит помнить, что любая черная полоса может оказаться взлетной, пусть так и будет в 2020 году. Все черные полосы оставляем в уходящем году. На крайнем севере хватает и темноты полярной ночи. К празднику мурманская телебашня зажгла свои огни. И теперь вновь дарит свет и радость взрослым и детям. А главная новогодняя красавица Мурманской области вошла в топ самых высоких елок России. Ну а мы считаем ее еще и самой красивой. Уважаемые мурманчане, дорогие земляки, от всего сердца, от всей души, разрешите поздравить вас с наступающим новым 2020 годом. Я очень хочу, чтобы вы счастливы были в следующем году. Тепла, доброты, любви к вашим семьям. Будьте счастливы. С праздником вас. Уважаемые мурманчане, дорогие жители нашего замечательного города-героя. Я хотел бы пожелать вам, уважаемые мурманчане, счастья и благополучия. Хотел бы пожелать, чтобы вы были действительно вдохновлены тем, что мы живем в таком замечательном городе, как Мурманск. У нас очень красивый город. И самое главное, в этом городе живут очень замечательные, теплые, добрые люди. Оно полностью зависит от нас, от наших стараний, умений, усердия и стремлений. Новый год как точка отсчета для нашего дальнейшего пути, который мы должны пройти с достоинством и гордо поднятой головой. Каждый год приносит нам что-то новое. Вот и в 2019-м прямо под елочку на севере стало тепло. Столица Заполярья впервые пригласила на яркий фестиваль, который уже стал новой звездой в череде предпраздничных мероприятий. Одна из центральных улиц города стала проводником в сказку. Арт-базары, мастер-классы, квесты и флешмобы. Было ярко и незабываемо. И уже понятно, что это новая традиция. Дорогие мурманчане, в уходящем году, благодаря вашей поддержке, несмотря на трудности, мы шли вперед. В наступающем году мы хотим вам пожелать крепкого здоровья, счастья и удачи в новом году. Пусть 2020 год будет плодотворным и богатым на удивительные достижения. С Новым годом! Дорогие мурманчане и жители нашей области, я сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю всего самого-самого хорошего. Много, много, много. Следующий год будет гораздо лучше, чем предыдущий. Это я вам обещаю. Мы желаем, чтобы в новом году у вас было все, как в сказке или в хорошем кино. Мы говорим вам до свидания в 2019-м и будем рады встрече в 2020-м году. Сейчас в каждом доме последние приготовления и все в ожидании праздника. Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания. Мира вам и вашему дому и безграничного позитива. Всегда улыбайтесь и дарите хорошее настроение окружающим. Пусть загаданное в новогоднюю ночь желание обязательно сбудется. И только хороших вам вестей в наступающем 2020-м году.